МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай – чудотворец. Его икона есть, пожалуй, в доме каждого православного верующего. 19 декабря отмечается День памяти этого святого. И сегодня наша программа посвящена именно ему. Янна Макарова, это Азы Православия. Николай – чудотворец, Николай – угодник, святитель Николай, Николай Мерликийский. Этого святого мир знает под разными именами. В западном христианстве его образ даже соединился с образом фольклорного персонажа – рождественского деда, и превратился в Санта-Клауса, который дарит детям подарки на Рождество. Слава святого Николая действительно велика. Согласно преданию, Николай угодник родился в 270 году в городке Патаре, это в современной Турции. Родители будущего архиепископа были греками, состоятельными людьми, но при этом верили в Бога и активно помогали бедным. Святой Николай с детства посвятил себя вере. Сначала он стал чтецом, а затем и священником в церкви. После смерти родителей Николай-чудотворец раздал все свое наследство бедным. Позже он зашел на епископский престол в мирах Ликийских. Его очень полюбили люди за доброту, справедливость и отзывчивость. Ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом Николай запомнился современником и как непримиримый борец с язычеством. Святой прославился многими чудесами еще при жизни. Своей молитвой он спас город Миры от страшного голода, помогал детям, тонущим морякам, освобождал из заточения несправедливо осужденных, подкидывал деньги и еду нуждающимся, исцелял болящих и даже воскрешал усопших. Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 351 году. Мощи святого сначала хранились нетленными в кафедральной церкви города Мира. Поклоняясь им, многие люди получали исцеление. В 1087 году часть мощей святого перенесли в итальянский баре. Здесь всегда много паломников. На Руси Николая чудотворцы стали почитать вскоре после Крещения. Первые иконы святого появились в нашей стране не позже середины XI века. Николаю Угоднику посвящено немало храмов и монастырей. Много населенных пунктов названо его именем. Я еду на Николину гору, место, которое имеет весьма интересную историю. И сейчас мы ее узнаем. Там меня уже ждут матушка Варвара и Александр Лазукин, заведующие отделом археологии Звенигородского музея. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Здравствуйте, матушка Александр. Приятно снова с вами поработать. Спасибо, мне тоже. На этом участке в глаза бросается небольшая возвышенность природного происхождения. Поселок Николина гора расположен в месте, где был древний монастырь до польско-литовского нашествия. Здесь располагались постройки монастырские, было огромное монастырское кладбище. И с тех пор Николина гора так и называется в честь Николая Чудотворца. Николина гора в советский период знаменита тем, что здесь жили наши великие современники. Здесь были дачи композитора Прокофьева, здесь творил Кравченко, великий русский художник, оформитель книг. Писатель Вересаев работал здесь. Сергей Михалков писал свои детские произведения «Дядю Степу». Наталья Кончаловская, замечательная наша русская советская поэтесса здесь работала. Сейчас здесь работает наш великий кинематографист Никита Михалков и замечательный кинематографист тоже очень такого великого уровня Андрон Кончаловский. Работал здесь физик-ядершик Петр Леонидович Капица. И у него здесь была лаборатория ядерной физики прямо на территории Николиной горы. К сожалению, от храма Николая Чудотворца совсем ничего не осталось, но благодаря знаниям Александра и проведенной здесь экспедиции из Венегородского музея, можно установить некоторые факты. В общем, место это очень интересно и очень перспективно, поскольку вот если вот мы сейчас посмотрим на окружающую местность, да, вот этот холм, он является самой возвышенной точкой, и вероятнее всего именно здесь находился храм вот этот древний. Вообще, самые первые упоминания об этом месте мы находим в жалованной грамоте князя Андрея Васильевича, датированной 1473 годом, где вот как раз упоминается это самое место. И в более поздних документах XVI века также он упоминается, допустим, в пестцовых книгах 1593 года есть сообщение о погосте на Москве реки, а в нем церковь Николы Чудотворец. Письменные источники того времени выступают таким наиболее важным информационным, скажем так, материалом, на основании которого мы и изучаем это место. И вот, допустим, уже мы хорошо знаем, что в 1618 году на этом месте состоялась торжественная встреча патриарха Филарета. Это отец первого русского царя Михаила Романова, который возвращался через вот это место, через Николину гору из многолетнего польского плена в Москву. Здесь ему была устроена такая торжественная встреча. Но уже в пестцовых книгах 1624 и 1626 года и в патриаршие книги 1627 года мы читаем следующее. Вот если позволите, я вам прямо процитирую. «За великим государем, за святейшим патриархом Филаретом Никитичем Московским и всей Руси в очине погост на Москве реке, что на песках, а храм был Николы Чудотворца, сгорел от литовского разорения». То есть именно вот в этот промежуток между 1618 годом, когда состоялась встреча патриарха и упоминается, что храм уже был сожжен поляками и литовцами, вот в этот интервал как раз и произошло вот это вот очень такое печальное событие, и он уже перестал с этого времени существовать. И вот очень интересно нам, конечно, было бы точно локализовать местонахождение этого объекта. И, собственно говоря, нам очень хорошо помогли местные краеведы, которые буквально с первых же дней своего вот этого существования на Никольной горе, вот первые Никологорцы, еще вот этой первой волны, во время земляных работ находили некие артефакты, связанные с этим местом. В частности, на участке от Юлия Чешмидта были обнаружены белокаменные надгробия того времени. В 2005 году экспедиция из Венегородского музея провела здесь исследование, нам показали вот эти плиты. Это действительно оказались артефакты того времени, они имеют такое достаточно типовое оформление. Это известняковые плиты, толщиной от 8 до 10 сантиметров, украшенные по бордюру такой рамочкой, вырезанной в технике тореогранной выемчатой резьбы, ну, так называемый волчий зуб, и на многих есть тексты, вот, и из текста на одной из плит мы узнаем не только имя умершего человека, некая Ульяна, да, но и дату ее смерти, 1563 год. Вот, там, значит, надпись такая типовая, лето такого-то, 7 тысяч такого-то года, в то время летоисчисления велось не от Рождества Христова, от сотворения мира, поэтому такая дата, 7 тысяч, да, вот, представься раба Божия Ульяна, вот, то есть для нас это очень важно, фамилии, как правило, не писали, это было, ну, уже излишнее. И вот на сегодняшний день мы имеем участок монастырского кладбища, да, вот этого, который маркирован вот этими плитами, и он находится вот буквально через один участок от этого вот холма. И с большой долей вероятности именно вот на этой возвышенной точке и находился вот как раз вот этот самый древний Никологорский, вот этот вот храм Николы Чудотворца. Но чтобы более точно ответить на этот вопрос, конечно же, желательно здесь провести дополнительные археологические исследования. На некоторых участках на Николиной горе сохранились пруды, которыми, возможно, пользовались древние насельники этого места. В те времена кладбища обычно делали около храмов. Предполагается, что все эти объекты когда-то составляли единое целое. В глубине Николиной горы, на одном из участков, находится статуя Николая Чудотворца. Она вделана в огромную сосну, но вырезана из липы. Николушка в благословляющем жесте, благословляет Николину гору и как бы молитвенно предстоит за это древнее место. Очень приятно, что жители соорудили такой образ, иконный образ, статую Николая Чудотворцу. И наверху сделали такое маленькое навершие, кровлю. Вся эта колонна вырезана как лоза такая виноградная, кругом кисти, очень красиво. Прекрасная работа, достойная. Святой Николай является, наверное, самым любимым святым на Руси. Вот почему так происходило до сих пор? Люди верят, поклоняются Николаю. Икона Николая, наверное, есть в каждом доме. Почему так любят Николая? Николушка Чудотворец самый любимый святой в России, потому что он очень скорый помощник и заступник. И очень скоро откликается на просьбы людей, даже на самые простые. Если нет лекарства и молятся Николушке, он подает. Нет денег на проезд, молятся, просят Николушку. Он всегда подаст. Даже считается, что все деньги мира принадлежат Николаю Чудотворцу. На самом деле. И он их распределяет. Вообще Николай помогает и при болезнях, и путешественникам способствует. Да, и на море, и на суше ему молятся. Какой-то многосторонний. Да, и его многофункциональный святой, который универсальный. Жители Николиной горы поставили это иконное деревянное изображение в память о древнем храме. Он находился при торговой дороге, недалеко от Звенигорода, через который шел путь на Москву. Кстати, это место недавно тоже увековечили. Мы находимся на древней дороге, которое здесь проходило еще в 16-м в реке во время Смуты, когда польско-литовскими интервентами был разрушен на Николиной горе монастырь Николая Чудотворца. Этот крест жители поставили в память об этом древнем месте, на древнем поле. Здесь находилась деревня Надеждина, Дежкина по-древнерусски. Очень много здесь женских имен в названиях Аксингина, Дунина, Надеждина. Никто еще не занимался этимологией этих слов. Здесь тайна какая-то кроется. Здесь как раз проходили интервенты, которые разрушили монастырь. Мы молимся Николаю Чудотворцу, чтобы он восстановил эти святые места. И очень рады, что здесь есть поклонный крест при дороге, и мы можем здесь молиться. В нескольких сотнях метрах от этого места находится село Аксиньино с храмом Николая Чудотворца. Когда в смутное время был разрушен монастырь, Николы на песку, на Николиной горе, святыню перенесли сюда, в Аксиньино. И сначала храм был деревянный, потом он оползал в реку Москву, его воссоздавали. И вот современный вид храма в Аксинько-Николе Чудотворец, уже каменный. Что здесь только не было. И разрушалось все, и деревья прорастали в советский период. Вот опять уже больше 25 лет здесь действует храм. На алтаре мы видим прекрасную мозаику. Святитель отче Николы, моли Бога о нас. Он благословляет деревню, всех людей. И Николину гору отсюда видит. Это древнее изображение Николая Чудотворца в средневековых традициях. У Николушки жест, благословляющий такой, именно священнический жест. И очень доброе лицо. Вокруг сияние. А в левой руке он всегда держит Евангелие. Благословляет нас и благословляет Евангелие. Святительских два креста у него на плечах. То есть это знак того, что он несет нас, как овечек. Дорогих своих овечек, как пастырь добрый на плечах своих. В Аксинином храме редкая иконография старинной иконы Николая Чудотворца. Николушка, помимо того, что держит Евангелие в руке, правой рукой он держит еще и мешочек с золотом, который он подал нуждающимся девушкам. Они должны были быть проданы отцом на скверный брак, потому что денег в семье не было. И Николушка узнал об этом, и ночью пришел с мешочком золота и бросил его в окно. И так обеспечил этих бедных девушек. Также вот в Аксинина такая чудотворная икона есть, к ней можно припасть, просить Николушку о помощи. Мы находимся в древнем селе Никола Урюпина. Здесь во времена царя Алексея Михайловича был построен храм Николая Чудотворца. Очень красивый, весь такой разукрашенный, с прекрасными кокошниками, древними. Он продолжал свое украшение и в наши дни. Большая икона Николая Чудотворца над вратами, над входом, над порталами в храм сделан Татьяной Киселевой. Я хочу познакомить вас с этим талантливым художником- иконописцем поближе. Дело в том, что Татьяна, одна из немногих в России, работает в удивительной технике горячей эмали. Это такая древняя техника на плавление стекла на золото или медь. Мы с вами в Святая Святых Художника мастерской. Просторная светлая комната с высоким потолком. На стенах многочисленные работы Татьяны. О технике горячей эмали она знает все. Это старинная техника пришла к нам из Древнего Египта, Византии, из Средневековой Руси, была в Европе. Изначально это была техника на золоте, но поскольку золото это очень дорогой металл, то сейчас мало кто работает на золоте, только ювелиры. А мы делаем, как я говорю, ювелирно-монументальная работа. Здесь и краски ювелирные, и медь, которая на строительном рынке. Это медные пластины. И вот, собственно, суть техники. То есть это орнаменты для иконы Святой Варвары. Вот. Это сначала рисуется маркером изображения и с таким учетом, чтобы каждый контур он замыкался. Потому что потом, вот здесь видно, что уже все положено, проволока. Видно, что... А какая проволочка? Прям тоненькая? Проволочка, да, тоненькая. Мы это, честно говоря, тоже берем, покупаем такие провода для электричества и оттуда вынимаем эту проволоку изнутри и скручиваем. Получается скань. Вот ювелирное изделие из серебряной скани, у нас это из медной скани. То есть древняя техника такая повторяется. Ну да, да. Скань. Скань. Скань, потому что вот она такая свернутая. Вот. Теперь. Следующий этап это будет... Я его вам покажу. Это наложение эмали вот в эти вот ячейки. Для начала покажу эмаль. Это толченое стекло. Вот если так вот сказать просто. Толченое стекло. И оно бывает с разными, так сказать, красителями. Вот, например, синий цвет. Он тоже такой порошкообразный. С чего начинается эмалевый процесс? Вот мы покупаем в Дулево такую эмаль. Она в таких стеклянных брикетах. Вот. И внутри вот что это за цвет? А так цвет оказался белый. Вот. Видите, такая как кусок мыла выглядит. И потом такие кусочки мы разбиваем в ступки. Разбиваем и растираем. И этот процесс достаточно длинный и тяжелый. И у нас получается вот, собственно, вот такая вот такая эмаль. И все вручную главное делать. Все вручную. Как раньше, правда же? Да, все как раньше. Как древний стиратель. И потом мы его толчем собственно ручно в ступке. Да. И в зависимости от того, какая фракция нам нужна, либо мы в муку стираем, либо оставляем какие-то гранулы. Ну, это по необходимости. Вот. И чтобы положить эту эмаль и чтобы она там держалась, не сдувалась, потому что иногда это как пыль просто выглядит, то мы добавляем воды. И такую эмаль проще закладывать в эти ячейки. Вот палитра эмальера. Это дулевские эмали, которые делают в Дулево. Вот это наши отечественные. Вот. Палитра, надо сказать, небогатая, поэтому мы как бы продумываем заранее сочетание, чтобы это было гармонично. Краски эмалевые, они разных цветов. Вот, допустим, красная. Вот синий эмаль. Это то, что вот я в своих, сейчас буду использовать в своих орнаментах. Вот эмаль золотистая. Это будет золотой такой цвет. Но это эмаль французская. Тоже она у нас продается. Вот. У нее такой медово-золотистый цвет. Вот. Вот интересно, эмаль тоже французская. Мы видим, что она бордовая, так как орденская, можно сказать. До обжига она белая абсолютно. То есть тут нужно как бы, ну, предвидеть, какая будет после обжига эта эмаль. Один из орнаментов я уже сделала. Покажу, как закладывается эмаль. Какое-то время это должно просохнуть. Бывают такие образцы по какой-то выпуклой поверхности. Тогда используется клей. Но когда это плоская такая вот форма, можно обойтись и без клея. Сейчас первый образец, который уже высох у нас, мы будем обжигать. В печке температура 820 градусов. Поэтому обязательно все эмальеры используют либо очки, либо даже такие маски сварщика. Если это большая печь, то у нас есть сварочная маска, чтобы не обжечь лицо. Но поскольку печка маленькая, здесь все такое по-домашнему. Я даже использую такую прихватку, кухонную прихватку. Как видите, здесь используются утюги. Вы увидите потом их предназначение. Итак, укладываем вот этот образец на такую решеточку специальную. Теперь можно спокойно вооружившись очками открывать печку. В печке высокая температура. Да, огненная. Скоро и наш образец будет такой же огненный. И вот это начинается собственно чудо. И ждем некоторое время. И сейчас вот этот самый волшебный и загадочный процесс происходит. Огонь вмешивается в этот процесс. Если, как говорится, не трогать, не бить, как любое стекло, вот этот тандем, то ничего не будет. Это вечная техника. в византийских музеях мы видим древнейшие образцы, которые так же ярко, так же красочно сияют, как и в то время, когда они создавались. Здесь есть такая дырочка, и можно видеть процесс. Смотрю, что немножко нужно еще подождать. Вот. Это печка обыкновенная, лабораторная. у меня на первом этаже мастерской там большая печка, но я ее включаю крайне редко, когда накапливается много больших работ, чтобы уже сразу все обжечь. С ней работать тяжело, конечно. Там очень сами фрагменты большие. Ну, а здесь мы покажем весь процесс. Ну, минуты через две открываем и аккуратно снимаем вместе. Вот там такая, видите, стоит подставочка, на которой все это. Вот. Аккуратно снимаем. Для чего утюг? Просто иногда начинает выгибаться форма, и мы вот так вот это придавливаем. Каждый эмальер у нас в нашей стране имеет такие утюги. Ну, вот мы посмотрим, что получилось у нас. Вот. Красота. Вот. Это первый наш обжиг. Все получилось хорошо, но я вижу, немножко здесь вот есть прогар. Это все мы исправим в следующем обжиге. Обжигов в перегородчатой эмали я стараюсь делать не больше пяти. Вообще, живописная эмаль, которая без перегородки, она до сорока обжигов, но это действительно живопись. Нужно будет почистить проволоку. Чистим наждачной бумагой, чтобы опять обнажить медь, потому что сейчас она в окалине, она черная такая. Она прямо заплесла. Да, и вот это вот, я очень люблю вот эти вот цвета. И прозрачность этого цвета, она из-за того, что вот такая яркость, потому что изнутри просвечивает металл. Иконописцем Татьяна работает около десяти лет. До этого она была детским художником-иллюстратором, выпустила двадцать книг. С горячей перегородчатой эмалью ее познакомил друг, ярославский художник Александр Карих. Татьяна признается, что эта техника показалась ей волшебной. Мне очень хочется сказать вот в передаче «Азы православия», именно что это вот такое духовное делание, вот эта вот ретроспекция к чему-то очень древнему, изначальному, простому в православии сохраняется и возможно. То есть это действительно возможно. Как говорится, из пламя и света созданные слова, а в данном случае образ пламенный. Николай Чудотворец любимый святой Татьяны. Он как бы сопровождает ее по жизни, куда бы она не переезжала. Рядом всегда оказывался храм в честь святого. Так получилось и в Никола Урюпина. Это первый образ Николая Чудотворца, который я сделала для этого храма. Был он создан целый год я делала с 2013 по 2014 год. И сначала хотели сделать здесь мозаику, но как бы я предложила именно эмаль, потому что эта техника, она великолепна именно для вот уличной, надвратной, фасадной, как угодно, иконы. Потому что эмаль, она не выгорает. Хорошо переносит перепады температур, яркость красок, она и в такую пасмурную погоду сохраняется. И при солнце это вообще просто сияние всех этих цветов, эмали, которые лежат на медной основе. Кисти Татьяны принадлежит целый иконостас в пределе черниговских чудотворцев. Она работала над ним два года. Горячая эмаль техника, можно сказать, вечная и с большими декоративными возможностями. Среди замечательных свойств эмали стойкость к свету, нетускнеющая сочность красок, таинственный блеск металла сквозь толщу стекла. Икона Николая Чудотворца была создана в 2017 году к 350-летию освещения Никольского храма. До этого в храме была другая небольшая икона Николая Чудотворца. Она сейчас в Казанском пределе. Работали мы год над ней. И мы решили ее как раз поставить вот в этом месте возле Салии. И рядом находятся мощи Николая Чудотворца. Люди очень любят эту икону. Каждый относится к ней по-разному. Кто-то говорит, что очень строгий Николай Чудотворец. Кто-то говорит, что он очень добрый. И в общем, как-то полюбили вот эту новую икону. Некоторые говорят, что такое впечатление, что она здесь всегда была. Что меня удивляет и восхищает в иконах Киселевой и Татьяны, то, что здесь преемственность от древности, настоящая преемственность, это не просто стилизация под старину, что вот взят старинный образ и стилизован, ничего подобного. Здесь именно современный человек, современный художник дальше развивает творческий старинный взгляд Святой Руси на образ Николушки Чудотворца. Почему он одним кажется суровым, другим добрым? Потому что он очень многозначен этот образ, очень глубок. И каждый человек, когда смотрит на образ, настоящий глубокий образ, он интерпретирует через душу свою, через свое сердце и понимает этот иконный образ душою. Вот это удается Татьяне Киселевой. Это очень ценно для нас. Вот такой насыщенный день мы с вами сегодня провели. Это были Азы Православия. Увидимся на канале ОТВ. ОТВ.